Вот, а что тебя там, не знаю, интересует в современной билететике? — Я бы обозначил два направления. Первое – это действительно работать с чем-то принципиально новым. Хотя это, конечно, все очень выспренно звучит, что значит принципиально, что значит новое. Но, по крайней мере, с какими-то вещами, которые не укладываются в парадигму, созданную условными мэтрами в лице, в смысле, новейшими мэтрами в лице Сорокина, Пелевина. Потому что главная проблема в том, что, мне кажется, существует огромное количество авторов разной степени известности и успешности, которые просто повторяют уже, идут просто той же тропкой, повторяют какие-то мотивы и приемы, развитые уже до них. Поэтому хочется попробовать, возможно, неудачно. В этом смысле, с художественной литературой риски намного больше, потому что, если в нонфикшене ты понимаешь, что у тебя есть несколько рычагов, а известно, на аудиторию. Это может быть тема, это может быть имя автора, это может быть проблематичность ситуации вокруг темы самой и так далее. Какие-то, в общем, крючки, на которые ты можешь подцепить. В случае художественной литературы так это не совсем работает. Тем более, что сегодня какой-то темой кого-то удивить крайне сложно. Ну, то есть, да нет, я думаю, что вообще невозможно уже. То есть, тематически нет. Формальные поиски, получается, все скорее занимают? Нет, я бы не назвал это формальным поиском, но я скорее… Я вообще категорический противник разделения на форму и содержание. Мне кажется, это какая-то ложная конструкция, которую нам в школе обычно на уроках литературы прививали, потому что нет никакой разницы между… В любом смысле, это настолько взаимопроникающие вещи, что, говоря о каком-то там формализме, мы тем самым перечеркиваем труд человека, который действительно размышлял и вкладывал что-то существенное в это. И говоря наоборот о том, что там безобразная форма, прекрасное содержание, мы тоже, возможно, упускаем из виду, что на самом деле форма там соответствует. Это просто нам она кажется какой-то непривычной и так далее. Скорее, это поиск нового языка. Это одно направление. А второе, оно прозвучит достаточно тоже, возможно, не очевидно. В смысле, непонятно, что я хочу сказать, но я попытаюсь с вами уже понятнее. Это как бы отдать дань каким-то просто людям, которые я испытываю признательность. Есть люди, которые, условно говоря, находятся, как бы это цинично ни прозвучало, ближе к вот этой шкале величия по волчку, если ты понимаешь, о чем я говорю. Они уже преклонных лет. Или же непреклонных, но ведут такой образ жизни, который приближает их к моменту, когда нужно будет разрабатывать дизайн мемориальной таблички. И учитывая, что мы тоже в этом мире ненадолго, в общем, хочется успеть зафиксировать, как, собственно, с формейшеном удастся в жизни Бориса Усова какую-то свою признательность ему за все, что он сделал. Так и в случае с какими-то... Есть, в общем, ряд авторов, которые работают в области художественной литературы, которым я тоже признателен. Хотелось бы, возможно, что-то из их творчества издать. Вы сегодня говорили о твоем журналистском опыте, о твоем, я бы сказал, музыковедческом опыте, но при этом пока индивидуум не выпустил ни одной книги о музыке. У нас будет три книги о музыке до конца этого года, да. Уже готов о них рассказать? Да, ну, одной я точно готов, потому что она выйдет уже в... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан 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 Добро пожаловать в Казахстан